Здравствуйте всем! Сегодня у меня есть помощник. Продолжается серия, вернее, как это, сериал, домашний сыр называется. Так, первые две серии я уже сама сняла, а сейчас я буду дальше, значит, рассказывать. Значит, когда молоко я нагрела, добавила туда порошок, вернее, раствор воды с порошком, сгусток получился, нагнет, когда подогрела молоко, сгусток получился, размешали мы, то есть выставили зерно. Потом я это все делала через дуршлаг, дуршлаг, вернее, выложила. Когда все выложила, посолила, и вот оно у меня стояло где-то полчаса, полчаса постояло у меня под гнетом, вот так вот взяла тарелку. Когда вот этот сыр, значит, сгусток, я его посолила, положила тарелку, поставила гнет. Вот такой у меня гнет. Теперь вот я убираю эту тарелку. Можно еще посолить. Никогда не бойтесь пересолить сыр, ничего страшного не будет. Если сыр будет соленый, вы попробуйте, положите его в воду, и через час он будет почти без соли. Так, потом я, значит, беру, вот на протяжении всего этого времени, пока стояло вот полчаса, я всегда выливала сыворотку. Сыворотка вообще никакая. Вот, почти водичка. Потом я беру вот так, рукой, вот так. И опять, он еще у нас будет стоять, он еще не созрел, этот сыр. Вот так я его кладу, 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 подворачиваю. Так, вот так, вот так, вот так. И опять, так, посолю, 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 посолю. И опять под гнет. А можно и без гнета. Чтобы он в такую форму. Он сам, вот этот вот очень нежный сыр у меня получился. Ой, прям слюни кипятут. Так хочется попробовать. Так, а чтобы он чуть-чуть посуше был, ну, этот у меня прям нежнейший получился сыр. Я вот его посолила. Вот, не боюсь, видите-ка. Он тогда, он просто возьмет свое и все. Опять закрываю его, вот так. И под гнет. И буквально через полчаса уже все достанем. Есть у нас тут любители сыра. Да, Дима? Оператор. Да. И съедим это бы все. Так что, вот так я делаю сыр. Кому, может быть, поможет, ради бога, пожалуйста. Задавайте вопросы. Ну, а пока-пока.